Здравствуйте! Меня зовут Геймран Иргалеев. В эфире программа «Политзамер» с политологом Сергеем Акимовым. Здравствуйте! Давайте обсудим последние события декады. Отгремели выборы, мажоресмены уселись в своих креслах, но они все равно дают повод или поступают ажиотажно для аналитиков, политологов. Они дают пищу для размышлений. Что происходит? На самом деле, можно отметить два знаковых скандала. Первый связан с нашумевшим заселением депутатов в гостиницу. Да, в хорошую очень гостиницу. И второе, буквально на днях появилась информация о покупке тысяч бутылок элитного алкоголя для парламентариев. Собственно, хочется отметить, что если разбираться объективно, то в принципе ничего такого ужасного не произошло. Да, действительно, гостиница элитная, но цена вполне нормальная, если так разбираться. Алкоголь? Ну да, алкоголя много, дорогой. Ну, это на год. Да, ну, на самом деле, мажорист не ограничивается 108 депутатами. То есть, там есть аппарат, есть гости, есть соответствующие мероприятия и так далее. То есть, в принципе, ничего страшного не произошло. Но, тем не менее, это все привело к невероятному ажиотажу, обсуждениям и всему прочему. О чем это может говорить? Прежде всего, о том, что данное событие является ничем иным, как проявлением латентной протестности. Доходы населения снижаются, в этот период проводятся выборы, которым многие не верят. Так скажем, политически более-менее активные граждане, посвященные в систему и прочее. Это все вызывает раздражение, отторжение на фоне всевозможных неоднозначных мер, которые проводятся сейчас. И депутаты, что называется, попались под горячую руку. И, на мой взгляд, аккорде и следует рассматривать вот этот вот самый ажиотаж именно в контексте того, что наболело, мы готовы выплеснуть. Любая мелочь может вызвать раздражение. Мелочь и при том никакие оправдания не действуют. То есть, Хазу достаточно оперативно отреагировал, привел данные тендера, что тендер действительно был вполне нормальный. Все вполне было в рамках процедур, цена хорошая и так далее. Но, тем не менее, это никак не повлияло. Народ не успокоишь, народ раздражает сам факт, что за его деньги, в то время, когда большинство казахстанцев вынуждены урезать свой бюджет, цены растут и так далее, депутаты живут лучше. И это своего рода сигнал о том, что уровень латентной протестности, он идет потихоньку. И это выливается в социальные сети. Да, возможно, даже это с какой-то позиции хорошо, что выходит какой-то хоть выпуск пара. Но с точки зрения парламента и изменения восприятия мажелиса, партий политических, отдельных акторов и так далее, это очень плохо. Особенно в контексте возможных преобразований, связанных с повышением рода парламента и всего прочего. То есть мы видели в рамках электоральной кампании, что было сделано многое для того, чтобы сказать, все, этот парламент новый, он принципиально другой, две трети депутатов новые. Почти всех пенсионеров отправили на пенсию, то есть другой формат, теперь есть машинист в составе парламента и так далее. То есть мы изменили правила игры, все изменилось. А вот эти скандалы, все эти усилия нивелируют на нет. И здесь вопрос не в том, что нельзя допускать таких ошибок, да, селить в пятизвездочных отелях. Проблема не в этом. Проблема в том, что население злится. Вот и все. Пожалуй, этим можно ограничиться, если говорить именно о политологическом анализе. Да, это вопрос мы разъяснили. Перейдем к следующей тоже, можно сказать, горячей теме. Тоже общество бурлит. Это реформы, которые предложены от Министерства образования новым министром Ирланом Сагадиевым. Пятидневка и трехязычие. Здесь, на ваш взгляд, что происходит? Происходит, прежде всего, то, что, ну, давайте начнем с того, что тема образования, она всегда очень чувствительная для населения. Ну, поскольку... Она касается всех. Практически, каждую семью она в той или иной степени касается, да. И, опять же, общество привыкло, что если что-то в системе образования меняется, то не жди ничего хорошего. Если смотреть с точки зрения, с бытовой точки зрения, да, то возникает очень много вопросов касательно и трехязычия, и пятидневки, увеличения, уменьшения летних каникул и так далее. Ну, начиная от того, где возьмется столько преподавателей, как преподавателей переучить за столь короткий срок. Ну, опять же, не могу удержаться не привести бытовой пример. У меня в университете ряд предметов преподавалось на английском языке. Притом, у нас был абсолютно потрясающий преподаватель высочайшего класса. Но она просто не могла их нам давать на английском языке, потому что уровень знаний большинства студентов не позволял сдавать экзамены на английском языке. И как со следующего года семиклассник, часть предметов у семиклассников будет вестись на английском языке, если предыдущие семь лет английский язык им давался не на должном уровне, мне абсолютно непонятно. Не, ну, вот это, опять же, получается, общественные негативные отношения, это понятно. Но, опять же, выплескается в социальные сети, да, и многие СМИ пишут. Может быть, в этом есть какая-то подоплека? Да. Вы знаете, о подоплеке можно судить о том, кто напечатал, что напечатал и как распространяются эти каналы. Опять же, вот возвращаясь к парламенту, в большей степени роль в распространении сыграли социальные сети, в особенности Facebook. Здесь же ситуация несколько иная, то есть, социальные сети начали и СМИ в полной мере подхватили на всех уровнях. То есть, можно предположить, что есть определенный, так скажем, наезд на руководство социального блока. И здесь, в первую очередь, стоит говорить не о министре, а, возможно, о Дариге Назарбаевой, в чью сферу компетенции относится именно сфера образования. И здесь интересно, ну, вот, внимательным нашим зрителям я предлагаю просмотреть и проанализировать список тех ресурсов, кто наиболее активно подвергает критике эту систему, и становится многое понятно. В том плане, что каналы критики, канал критики идут определенные, по определенным СМИ, за которыми стоят вполне конкретные люди, то есть, просматриваются значительные признаки того, что Даригу Назарбаева пытаются дискредитировать. И здесь, конечно, можно говорить о более системных, о более масштабных ВИЧах. Хотя в прямую это имя не упоминается. Естественно, но тем не менее, понимаете, тут же важно, в нашей стране все решает один человек, ну, по большому счету, да, и важно, что положат ему на стол. Вот и все. По большому счету, общественное мнение имеет второстепенное значение. Важно, что думает один человек. Ну, пожалуй, вот все. Давайте, да, на этом ограничимся и перейдем к следующей, третьей теме. По всей стране уже в течение года, да, объявлена очередная массовая приватизация. И там на торги выставлено неимоверное количество... Почти все, наверное. Да, 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 неимоверное количество объектов, которые, типа, государство уже не может содержать, и оно продает. И считается так, что, продав этот объект, государство получит какие-то плюсы, лишние средства для бюджета. А что происходит иногда на самом деле? Да, действительно, приватизация идет, и приватизация, ну, она же осуществляется не в один день. И есть ряд интересных моментов, которые можно уже сейчас наблюдать. С самого начала объявления о приватизации большинство экспертов восприняли это как очередной этап передела государственной собственности. То есть, кто купит какие объекты, и кому будет дано купить какие объекты. В свою очередь, государственным уже заверили о том, что процедура передачи, продажи этих объектов будет максимально прозрачная, то есть будут аукционы и так далее. Но я хочу один привести показательный пример, который многое объясняет. Не так давно, буквально в течение последней недели, было объявлено о том, что состоялась продажа Астанинского океанариума Думан. Уникальный для Казахстана объект. И тут очень интересны цифры. Стартовая цена была, если я не ошибаюсь, 3 миллиарда 400 миллионов тенге. Все торги состоялись, объект был куплен за эту сумму плюс 200 тысяч тенге. То есть, фактически, никакого ажиотажа не было, за объект фактически не боролись. Но, далее приводятся очень интересные цифры. Ежегодная доходность чистая этого объекта составляет без малого 900 миллионов тенге. Почти миллиард. Да, путем нехитрых вычислений можно посчитать, что у нового собственника этот объект окупится менее, чем за 4 года. Потрясающе. Рисков практически никаких. Объект уникальный. Ну, для Казахстана. Он будет все равно пользоваться спросом и так далее, и так далее. То есть, государство продало по-настоящему классный объект, который мог бы приносить прибыль бюджету. Но поступило иначе. И вот этот вот самый пример вызывает очень много вопросов относительно процедур. И я повторюсь, в ходе торгов стоимость была повышена всего на 200 тысяч тенге. То есть, конкуренции не было. Опять же, встает вопрос подоплека. Либо, то есть, либо у нас предприниматели недалекие и не хотят вкладывать деньги в действительно хорошие рентабельные объекты. Либо были созданы условия для того, чтобы снизить до минимума конкуренцию, и объект получил тот, кто должен был его получить. Соответственно, можно делать вывод, что первоначальные прогнозы экспертов относительно передела собственности, они на примере этого объекта, по крайней мере, во многом оправдываются. И встает вопрос, вообще, зачем его продавали. Ну, вот я думаю, этого достаточно. Передел собственности происходит. Передел собственности, да. Это надо сделать, это важно с точки зрения возможного транзита власти, опять же, чтобы элиты получили то, за что они будут держаться, за то, из-за чего они не будут рисковать и так далее и тому подобное. Спасибо за интересный анализ. На этом мы завершаем сегодняшнюю передачу. Спасибо, всего доброго. До свидания. Продолжение следует...